На прямой связи с нашей студией наш гость Тургай Гусейнов, член Президиума Коллегии Адвокатов. Тургай Малим, здравствуйте, добрый вечер. Тургай Малим, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Тургай Малим. Очередное, к сожалению, массовое захоронение в селе Эдилли после освобождения азербайджанской армии бывших оккупированных территорий, на освобожденных территориях периодически появляются сообщения, что обнаружены массовые захоронения, это преступления против человечности, преступления, совершенные вооруженными силами Армении в начале 90-х годов. Мы знаем, что около 4 тысяч наших соотечественников считаются пропавшими без вести. После Первой Каравахской войны. Как с правовой точки зрения решается этот вопрос, и как нам донести эту правду и эти преступления до мирового сообщества? На самом деле, да, как вы отметили, после 44-дневной победоносной войны раскрылась занавес тех самых совершенных преступных деяний в течение последних тысяч лет со стороны Армении. И думаю, что если раньше как-то им удавалось спрятать или каким-то образом скрывать те деяния, которые были совершены со стороны армян, то сегодня уже это будет просто невозможно, поскольку, вы сами как отметили, уже несколько захоронений были открыты в освобожденных территориях, которые подтверждают массовый расстрел лиц. И, наверное, после того, как будет проведена идентификация, мы сможем определить, кто они, то есть это военнопленные или гражданские лица. Но в любом случае, те преступления, которые были совершены, они будут оцениваться как военные преступления. И я думаю, что максимально сейчас то, что сегодня прокуратура Азербайджанской республики возбудила уголовное дело и, наверное, даст соответствующую квалификацию этих преступлений. Что касается международных институций, естественно, да, мы должны доводить на международных институций все вот эти факты, но реально, естественно, это в первую очередь национальные институты должны в этом направлении работать, то есть уполномоченные органы, которые должны возбуждать уголовные дела и вести соответствующие следствия, то есть первичные действия. А что касается международных институций, то мы знаем, что данные институции, они носят комплементарный характер. То есть если мы не сможем осудить, естественно, если вопросы о привлечении к ответственности тех лиц, которые, может, где-то будут пользоваться каким-то соответствующим, так скажем, иммунитетом или привилегиями, то тогда мы можем задействовать те международные механизмы, которые смогут нам предоставить возможность доставить этих лиц и привлечь их к соответствующей ответственности. Это, естественно, к уголовной ответственности. Другая моя, мы помним переговорный процесс, который почти 30 лет длился, и помним двойные стандарты по отношению к Азербайджану, ведь Армения на международном уровне так и не была признана всем мировым сообществом, скажем так, страной-агрессором, хотя это несомненно так. И несомненно преступление. Вот Армения, когда обсуждаются какие-то гуманитарные вопросы на тех же брюссельских встречах, поднимается вопрос о пропавших без вести 4 тысячах граждан Азербайджана. И тем не менее, как Армения сейчас, она будет, ну, навряд ли будет способствовать расследованию, поскольку получается, что она должна понести какую-то ответственность за те деяния, которые ее вооруженные силы в начале 90-х годов осуществляли. Да, ну, я отмечу то, что международные структуры, в том числе и Совет Безопасности, в принципе, да, может быть напрямую где-то и не обозначили их агрессором, но то, что были и конвенции, значит, решения, которые принимали со стороны Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в течение вот этих 30 лет. То есть, естественно, они подтверждали факт того, что агрессия была совершена со стороны именно Армении, что армянские вооруженные силы находятся на территории Азербайджанской республики. Что касается тех действий, которые сегодня совершает армянская сторона, я думаю, что такое ощущение, как будто они забыли то, что произошло 30 лет. И как будто там была раса того, что за течение 30 лет ничего такого не происходило. И мы как бы начинаем с сегодняшнего дня, и то, что сегодня Азербайджан нарушает какие-то нормы международного гуманитарного права, тогда как то, что происходило в течение предыдущих 30 лет, об этом как бы стараются умалчивать и как бы закрывать вот этот занавес, как будто его и не было. Но я думаю, что это им не удастся. Тем более факты уже на лицо. То, что находят постоянно, то есть уже несколько захоронений, массового захоронения людей, это подтверждает уже факты наличия преступлений со стороны армянских вооруженных формирований, которые, естественно, повлечут за собой ответственность. И вся проблема в том, что нам кажется, что в течение 30 лет Армения, оставаясь безответственным и безнаказанным, это все приводило к тому, что они, скажем, не понимали своих действий, не могли дать ей соответствующую оценку. И сегодня как будто так и ничего не происходило в течение 30 лет. Они считают, что надо начинать заново и как бы забыть то, что уже произошло за последние 30 лет. Но я думаю, этого не будет и наши соответствующие правоохранительные органы, соответствующие институции. В том числе и мы будем искать варианты, то есть, скажем, каким образом довести это до международных институций с тем, чтобы привлечь будущему Армению к ответственности. Ну, у этих преступлений ведь нет срока давности. Естественно. Ну, значит, работа будет осуществлена. Будем следить за развитием событий. Тургай, большое вам спасибо за ваш комментарий. Я вас благодарю. До свидания. До свидания. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был член президиума коллеги адвокатов Тургай Гусейнов. Субтитры создавал DimaTorzok